Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Шестера, врач-нефролог Центрального военно-клинического госпиталя. Здравствуйте, Елена Владимировна! А тема нашей сегодняшней передачи – гемодиализ. Елена Владимировна, что это такое? Гемодиализ – это метод заместительной почечной терапии, который применяется в условиях острого процесса, когда почки пациента в результате различных повреждающих факторов не могут выполнять свою функцию, и ему нужно эту функцию заместить. Вот тогда включаемся мы. Эти два процесса могут быть разнонаправленными. Это может быть острый процесс, когда пациенту временно нужно помочь заместить его почечную функцию, а также это бывает хроническая форма, когда почки пациента уже потеряли свою способность восполнять свои функции, и тогда, собственно, наша методика полностью замещает его собственные почки и все те процессы, которые почки выполняют. Как это работает? Как часто показана эта процедура таким пациентам? Если мы говорим о методиках острого диализа, то это методика прерывистая. То есть на момент, когда почечная функция в результате токсического воздействия, либо же нарушение уродинамики, то бишь оттока физиологического мочи у пациента почки останавливается, тогда мы временно возобновляем эту функцию на период, пока осуществляются другие лечебные методики по восстановлению. Как только почечная функция восстанавливается, соответственно, эта методика прекращается. Вторая форма – это форма хронического диализа. Она должна проводиться три раза в неделю по четыре часа, либо же больше. Это делается индивидуально в зависимости от массоростовых параметров пациента и от тех параметров, которые мы видим у пациента по лабораторным данным. Это все делается индивидуально. То есть к вам в отделение поступает пациент, если мы говорим про хронический гемодиализ, прикрепляется к вам и уже приходит на постоянной основе на эти процедуры. Да, он приходит постоянно, три раза в неделю, от четырех часов и более. Как это все работает? Что происходит в организме? В организме происходит, собственно, ничего. Движется кровь, значит, пациент формируется доступ. Доступ – это сшитая вместе артерия и вена пациента. В результате поступления артериальной крови по вене она уплотняется, она становится доступна пункцией иголкой. Иголкой большой. Две большие иголочки на расстоянии более трех сантиметров друг от друга на руке пациента ставятся. И из одной иголочки идет кровь от пациента к аппарату. Аппарат представляет собой машину, в которой есть линия циркуляции крови и стоит диализатор. Вот диализатор, по сути, это почка пациента. С одной стороны этого диализатора поступает кровь пациента, с другой стороны поступает раствор, который не содержит тех веществ, которые у пациента накапливаются в результате почной дисфункции. Креатинин, мочевина, электролиты, которые почками должны физиологически удаляться. Когда эти два раствора между собой соприкасаются, с одной стороны кровь, с другой диализатор, происходит процесс диффузии, то есть перехода из крови в диализатор веществ, которые должны физиологически удаляться. Эти вещества отмываются и уходят, грубо говоря, в канализацию. А к пациенту возвращается кровь, которая очищена. В течение процедуры объем крови, который обрабатывается порядка 21 литра и более, то есть более чем 5-6 раз весь объем циркулирующей крови пациента проходит через колонку диализатора. Таким образом, пациент после проведения процедуры гемодиализа выходит с показателями, которые фактически идентичны человеку в среднестатистической популяции. Если мы говорим о таких пациентах, насколько меняется их жизнь после такого заболевания и такого диагноза? Могут ли они быть так же активны, как и раньше? Да, безусловно, конечно, меняется привычная жизнь пациента, потому что он зависит от нашей методики, от заместительной почечной терапии. Он 3 раза в неделю должен 4 часа уделить своего времени. Для него это жизненно важно, для него это жизненно необходимо. Он должен нас посетить. Конечно, первоначально мы с пациентом работаем очень многое психологически. Пациенту очень важно объяснить, что ему это нужно, что он должен к нам приходить. Но социально, когда пациент введен в программу, он чувствует себя достаточно хорошо. Многие пациенты работают, ездят на дачу, ведут обычный здоровый образ жизни. Но единственное, они имеют ограничения по воде, потому что в результате почечной дисфункции они не выделяют воду, и поэтому эта вода убирается только в процессе нашей процедуры. И, соответственно, перегрузки по воде для них очень значимы. И в плане повышения их артериального давления, и одышки, которая может возникать на фоне перегруза жидкостью. Поэтому здесь только ограничения по питьевому режиму. В остальном у них ограничений нет. Могут ли такие пациенты путешествовать, выезжать за границу? Есть ли, налажена ли связь какие-то центры? То есть, например, они куда-то отправляются, там тоже есть отделение гемодиализа, они, в принципе, приехали, получили процедуру и продолжают дальше путешествовать? Да, безусловно. Значит, у нас в России действует система обязательного медицинского страхования, согласно которой пациент, имея полис обязательного медицинского страхования и паспорт Российской Федерации, может связаться с диализным центром в любой точке России, заранее, безусловно, договориться о нескольких сеансах или одном сеансе проведения гемодиализа, и на какой-то период покинуть свой родной диализный центр и поехать вместо своего пребывания или вместо отдыха и получить там несколько процедур и также вернуться обратно. Вы уже сказали про ограничения в плане питьевого режима, а то, что касается диеты, меняется ли вот в этом плане тоже жизнь? Да, безусловно, меняется. Меняется в плане потребления белка, потому что процесс сопряжен с фильтрацией крови, и, конечно же, какие-то молекулы протеиновые могут просеиваться, поэтому пациенты должны потреблять достаточно большое количество белка, это порядка 1,2 грамма на килограмм в сутки. Также ограничения, помимо воды, как я уже сказала, накладываются на продукты, содержащие калий, это виноград, бананы, сухофрукты, так как электролит данный чреват в своей состоянии гиперкалиемии нарушением сердечного ритма, что также жизнеугрожающе для пациента. Безусловно, в условиях почной дисфункции происходит изменение фосфорно-кальцевым обменем у пациентов компенсаторно, поэтому здесь мы тоже ежемесячно следим за анализами наших пациентов, и в зависимости от этого мы корригируем, говорим пациенту, вот сейчас вы кушаете меньше молочных продуктов, сейчас мы добавляем вам там препарат кальция, вот сейчас мы вам корригируем анемию, потому что почки также влияют на функцию эритропоэза, то есть поддержание нормального гемоглобина, и в условиях почной дисфункции этот механизм утрачен, мы не можем заместить это на аппарате заместительной почной терапии, поэтому требуется введение дополнительных препаратов по показаниям, поэтому ежемесячно пациент у нас получает анализы и получает рекомендации врача по всем пунктам, которые его интересуют, ну, конечно, пациент, мы не можем охватить весь спектр того, что он там, можно кушать, не можно кушать, я обычно своим пациентам спрашиваю, основные базисные вещи я им говорю, а дальше спрашиваю, может, у вас есть какие-то вопросы, или вы имеете какие-то пищевые привычки, вы хотите узнать, можно вам это или нет, и с каждым пациентом индивидуально. То есть практически школа гемодиализа. Да, да, безусловно, школа гемодиализа, потому что это другая жизнь, это другая форма жизни, в которой пациент, чтобы нормально существовать, чтобы никак не отличаться от среднестатистической популяции, чтобы иметь такую же продолжительность жизни, не иметь повышенных рисков, он должен немножко свою жизнь перестроить, поэтому, да, это вот новая школа. Елена Владимировна, расскажите о работе отделения хронического гемодиализа. Отделение на территории госпиталя, оно существует с 1986 года, и в основном раньше было рассчитано на острый гемодиализ, то есть когда в результате острого процесса почечная функция была утрачена, и требовалось временное замещение. Сейчас мы решили возобновить хронический гемодиализ в условиях амбулаторного режима, так как в Одинцовском районе и в целом по Московской области дефицит диализных мест, и мы можем предоставить квалифицированную помощь нашим пациентам на оборудовании, которое соответствует всем стандартам. В нашем отделении в рамках хронического гемодиализа находится 5 диализных мест, соответственно, 5 диализных аппаратов, также еще один аппарат находится в реанимационном отделении на случай методик острого гемодиализа. У нас пациенты могут быть в условиях амбулаторного режима на этот год, мы до конца года поставили себе такую задачу, 5 пациентов с перспективой к расширению, так как оборудование может работать не одну смену в день, то есть с перспективой к расширению. Также к нам могут не только приходить пациенты в условиях амбулаторного режима, но и пациенты, которые находятся на госпитализации в других отделениях госпиталя и уже получают хронический гемодиализ в других диализных центрах, они на период госпитализации также получают гемодиализ у нас в отделении. Что необходимо, какие нужны документы, чтобы попасть к вам в отделение? Чтобы попасть в отделение, нужно иметь с собой паспорт гражданина Российской Федерации, областную прописку, прописку Московской области и иметь полис обязательного медицинского страхования действующий. Нужно обратиться непосредственно в госпиталь, к руководству. На каждого пациента мы оформляем запрос в фонд обязательного медицинского страхования. На каждого амбулаторного пациента мы получаем от фонда одобрение, и он поступает к нам уже, соответственно, в системе обязательного медицинского страхования с заведением карты и последующим введением на тот период, пока он у нас находится в амбулаторном звене. Когда же пациент выписывается, карта его закрывается, либо же, когда он попадает в стационар круглосуточный, так же карта нашего отделения закрывается, и пациент от нас уходит. Насколько сегодня востребована эта процедура? Процедура востребована, как я уже сказала ранее. У нас порядка шести диализных мест на 400 тысяч, 600 тысяч населения, а нужно нам в два раза больше. Поэтому и с каждым годом количество пациентов, которые имеют почечную дисфункцию, становится больше. Может быть, это связано с тем, что стало выявляться это лучше. Также у нас пролонгируется возраст, наши люди стали жить дольше, соответственно, возрастные пациенты стали чаще нуждаться в заместительной почечной терапии. Но все-таки дисфункция почек – это не приговор? Безусловно, это не приговор, как я всегда говорю своим пациентам, это ваш жизненный этап. Мы делаем заместительную почечную терапию, дальше пациент включается в лист ожидания на трансплантацию, и в перспективе он может получить свою почку новую и продолжить жизнь уже без заместительной почечной терапии. Проводятся ли такие операции в госпитале? В госпитале такие операции не проводятся. Наши пациенты, которые получают у нас заместительную почечную терапию, в лист ожидания включаются в Московском областном институте имени Владимирского. Как жители Московской области они имеют на это право. И тогда уже все будет полностью функционировать? Все будет функционировать, все будет физиологично, пациент не будет нуждаться в заместительной почечной терапии, соответственно, его диализный доступ, артерию веноза нафистала нативно, она будет разумкнута, то есть расшита, и пациент вновь вернется к обычной своей жизни. Елена Владимировна, спасибо большое за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова